Здравствуйте! На библейском портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня классический вопрос про отцов и детей. Вправе ли мы учить родителей, если видим, что они в чем-то неправы? Ну, это касается на самом деле того, в чем, по вашему мнению, неправы родители. Несомненно, если ваши родители придерживаются какого-то мнения или пытаются действовать как-то, например, в опасности для их или чьей-то другой жизни, в очевидный и явный ущерб здоровью, благосостоянию, несомненно, наш долг попытаться их остановить. Если нам кажется, что родитель, выбирая какую-нибудь диету, может навредить своей жизни, если он пытается провернуть какую-нибудь, верит в какую-нибудь финансовую пирамиду, которая разорит его и оставит на улице, или еще какие-нибудь вот такие вещи, которые очевидным образом способны принести ему вред, наш долг сыновней или дочерней нашего родителя или родительницу в этом попытаться остановить и переубедить. Собственно, так же, как наш долг является остановить любого человека, который сейчас может попасть под машину. Да, мы, невзирая на то, кто он, великий, малый, взрослый, здоровый, больной, мы бросимся его из-под колес выталкивать. Здесь иногда даже, мы знаем такие удивительные примеры, ценой собственной жизни люди так поступают, спасая жизнь и здоровье другого человека. Это первый случай, когда мы вправе пытаться вмешиваться в жизнь наших родителей, будучи яйцами, нарушать, вот самый замечательный принцип, яйца курицу не учат. Здесь мы можем попытаться наших родителей как-то предостеречь. Второй случай, если мы говорим сейчас о взрослых детях и, соответственно, взрослых родителей, это когда родители пытаются вмешиваться в нашу взрослую жизнь таким образом, что нам это не нравится, нам это не подходит, когда наши родители пытаются не просто что-то нам сообщать, учить нас жизни, а пытаются каким-то образом активно на нее воздействовать. Кстати, и отношения с учащими родителями, я уже неоднократно на этот вопрос отвечал, должны складываться следующим образом исполнения пятой заповеди о почтении к родителям. Мы обязаны выслушать наших родителей, мы обязаны из почтения к ним обдумать то, что они сказали, то есть серьезно и внимательно отнестись к этому и, соответственно, поступить из того принципа, как мы сами считаем нужным и правильным. То есть мы не обязаны слушать их, но мы обязаны к ним прислушиваться со вниманием и уважением. Вот если родители нарушают эти принципы сами, то мы вправе каким-то образом пытаться объяснить им, что так поступать не нужно. Так поступать неверно, так поступать неправильно. Ну и, соответственно, это будет той самой ситуацией, когда мы будем их учить, получается. Ну и есть еще третий вариант, он такой немножко спорный, когда родители сами просят и хотят услышать наш совет. Здесь важно избежать одной ошибки. Часто родители, которые привыкли влавствовать, которые привыкли доминировать, которые привыкли управлять и контролировать, видя невозможность этого по отношению к своим детям, например, взрослый ребенок дает отпор и не позволяет родителю вот с таким некоторым насилием и вмешательством в его жизнь действовать. Очень часто такие родители вдруг переворачивают эти отношения и становятся по отношению к своим детям в положении сына или дочки. Вот это часто встречается, когда, ну не смог ты доминировать, ну тогда, значит, ты надо мной. То есть вот люди, к сожалению, это часто встречается, когда родители вообще не мыслят равных отношений. Равных я не имею в виду, вообще равных в принципе не бывает, но уважительных, признание, так сказать, за другим человеком право самостоятельно что-то определять, думать, чувствовать, только иерархические отношения. Вот в наших отношениях кто-то должен быть главным. Вот эта проблема часто вот в таких контролирующих родителях зашита. Она еще из их семей могла прийти, из бабушек, дедушек, прабабушек. Вот на это поддаваться нельзя. То есть когда родитель занимает по отношению к вам детскую позицию, просит вас его учить, вот этого делать не нужно. А в ситуации же, когда у вас с родителями складываются вполне добрые, взрослые отношения, и, например, если вдруг мой папа, дай бог ему многих лет жизни, которому уже много-много лет, или моя мама, или моя теща спросит меня, которому тоже уже много-много лет, спросит какого-то совета, то я, не навязывая им, готов буду что-то им сказать. Это совершенно нормально. Поскольку у нас нормальные здоровые отношения, никто из нас не рассматривает их с точки зрения иерархии. Ну и сам я всегда готов с сыновней почтительностью, иногда не всегда это хорошо получается, но я стараюсь, честное слово, папа, я стараюсь и слушать, и прислушиваться, и по возможности даже выполнять, если это мне кажется правильным, то, что говорят мне мои родители. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok